В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Видном многоквартирных домах проводится проверка газового оборудования. Такие проверки сотрудниками специализированной организации проводятся один раз в год. Из истории алюминиевого завода новая фотовыставка в сквере «Юность». История завода «Мосмик» началась в 1971 году. К акции «Покорми птиц» Министерства экологии и природопользования Московской области присоединился Дворец культуры города Видное. Я еще вчера думала, что можно сделать кормушку в стиле «Нгаршель». Рейд по проверке газового оборудования прошел в одном из многоквартирных домов на улице Строительной. Такие обходы проводятся раз в год и необходимы для своевременного выявления проблем и утечек голубого топлива. Проверить техническое состояние газового оборудования, убедиться в отсутствии утечек и в исправности системы вентиляции – таковы основные задачи ежегодных рейдов, проводимых газовой службой в многоквартирных и частных домах Ленинского городского округа. Такие проверки сотрудниками специализированной организации проводятся один раз в год. Для этого у собственника жилого помещения, где расположено газовое оборудование, обязательно должен быть заключен договор на техническое обслуживание. И также собственник должен обеспечивать доступ в квартиру для проверки этого оборудования. Такие рейды проходят в муниципалитете на протяжении всего года согласно графику, размещенному на сайтах профильных организаций и управляющей компании. Сотрудники газовой службы в обязательном порядке проводят краткий инструктаж с владельцами квартир по безопасному использованию оборудования. При окончании пользования кран перекрываете, если надолго уезжаете, перекрываете кран. Ежегодные проверки газового оборудования – это прежде всего безопасность всех жильцов дома, поэтому предоставить доступ в свою квартиру необходимо всем владельцам квадратных метров. О дате визита жильцов всегда уведомляют заранее. На подъезде вывешивают объявления с примерным временем обходов. Если специализированной организацией при проведении технического обслуживания будет выявлено нарушение, то специализированная организация вправе ограничить, перекрыть газ, поставку газа в квартиру до устранения этого нарушения. Если собственник категорически не пускает, то также специализированная организация вправе приостановить поставку газа в квартиру. Чтобы обезопасить себя и остальных жильцов дома от утечек газа, специалисты советуют устанавливать специальные приборы. В муниципальных квартирах сигнализаторы загазованности оборудуются за счет бюджетных средств, частных – за счет собственника. Можно выбрать один из двух видов. Первый – это в помещении, где используется газовое оборудование, устанавливается сигнализатор, который при концентрации газа равный или превышающий значение порог. На датчике включается индикатор, затем последует звуковой сигнал. Во втором варианте устанавливается специальный клапан. И помните, проверкой и установкой газового оборудования и сигнализаторов могут заниматься только сотрудники уполномоченной организации форменной одежды и имеющие при себе удостоверение. Из истории алюминиевого завода фото-выставка под таким названием открылась в Видновском сквере «Юность». Она посвящена предприятию «Мосметаллоконструкция», которая оказала огромное влияние на становление и развитие города Видное. С организаторами экспозиции под открытым небом поговорил Максим Козлов. История завода «Мосметаллоконструкция» началась в 1971 году. Завод был возвезен по решению Моссовета и ориентирован на производство алюминиевых конструкций для гражданского и промышленного строительства. Наверное, ни одно другое открытие выставки в сквере «Юность» не собирало столько людей. Завода «Мосметаллоконструкция» или сокращенно «МосМЕК» сейчас уже не существует, но для людей, отдавшим работе на предприятии всю жизнь, это еще и повод встретиться и вспомнить молодость. Завода уже нет 10 лет, к сожалению, к нашему общему. Но люди остались. И когда мы увидели лица людей, глаза людей, что они вдруг захотели еще что-то, чтобы о них кто-то вспомнил, что кто-то о них что-то сказал, ну вот с этого, собственно говоря, вот этот был толчок такой. На территории Ленинского округа работает немало предприятий, на которых существуют крепкие трудовые традиции, и многие из них были заложены теми, кто работал на «МосМЕКе». Я думаю, что мы эту историю с вами продолжим, потому что, как сказал Михаил Васильевич Ломоносов, народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Поэтому нам память нужно сохранять и передавать будущему поколению. Более ста фотографий рассказывают о становлении предприятия и его трудовых подвигах. Чтобы понять профессиональный уровень работников завода, достаточно сказать, что здесь выпускались металлоконструкции для объектов Олимпиады-80, спортивного комплекса «Олимпийский», гостиницы «Измайлова», «Грибного канала» в Крылатском и многих других. Сергей Михайлович Старостин отдал работе на «МосМЕКе» почти 40 лет. Для него и многих, кто сегодня пришел в «Сквер-юность», эта выставка – настоящее путешествие в прошлое. Потом токарем работал, потом мастером, начальником участка. Ну, кем только ни у них, от нас, я могу сказать, все довольны. Те внук-то встретились, не видели, кто 20 лет друг другу, кто 15. Конечно, это все приятно. Выставка из истории алюминиевого завода в «Видновском сквере-юность» будет работать до конца февраля. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Два года назад в «Видновском перинатальном центре» открылось амбулаторное отделение для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации. С его работой мы решили познакомиться поближе и заодно узнать, кто же такой врач-неонатолог. Стать детским врачом Татьяна Черникова решила еще в детстве. Поступив в медицинский, поняла, что мечтает работать с самыми маленькими пациентами. Сейчас она – врач-неонатолог, а также заведующая отделением для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации. Или проще – отделением катамноза. Врач-неонатолог – это врач, который занимается лечением детей в периоде новорожденности, то есть от нуля до 28 суток жизни. Мне это очень нравится, это мне по душе. Я люблю детей, люблю их лечить. В отделении до трех лет наблюдаются недоношенные малыши и младенцы с экстремально низкой массой тела при рождении и дети с различными патологиями. На первом году это ежемесячные приемы, мы наблюдаем их. Мы смотрим динамику веса, как ребенок растет, его физическое развитие оцениваем. Оцениваем, очень важно, это нервно-психическое развитие ребенка. Маленькая Алисе сейчас три месяца. Малышка родилась на 35-й неделе с весом чуть больше двух килограммов. Но благодаря любящим родителям и вниманию медиков уже догнала в развитии своих сверстников. Алиса – молодец, хорошая прибавочка за месяц, подросли, хорошо. Сейчас в отделении катамноза работают педиатры, неонатологи, невролог, офтальмолог, врач, физиотерапевт. Проводится функциональная диагностика, массаж, работает процедурный кабинет. Самое главное в нашей работе – доброта, понимание, отзывчивость. Ты видишь, что ребенок развивается по своему биологическому возрасту, что в год и месяц он приходит к тебе, уже заходит в кабинет своими ножками. Это дорогого стоит. Врачи отделения катамноза подчеркивают – посещение их стационара не заменяет регулярные походы к участковому педиатру. Их задача – сделать так, чтобы малыши как можно быстрее догнали в развитии своих сверстников и росли здоровыми и сильными. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. Сегодня по всей России студент отмечает Татьянин день, а главный университет страны МГУ – свой день рождения. Во многих учебных заведениях страны пройдут праздничные концерты, флешмобы и акции. Ну а все Татьяны будут принимать поздравления с именинами. Одна из них – героиня предыдущего сюжета в нашей студии. В гостях у телеканала «Видное ТВ» – заведующая амбулаторным отделением для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации Видновского перинатального центра. Татьяна Черникова. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Ну, для начала хочу вас поздравить с именинами. Спасибо. И давайте начнем с того, собственно, как так получилось, что вы свою жизнь связали с медициной. С раннего детства у меня была мечта, которая в последующем осуществилась. Я хотела стать доктором. И не просто доктором, а именно детским доктором лечить деток. И, я так понимаю, раз два диплома, вы у нас в студии, значит, мечта осуществилась. Куда поступили? Как проходили учебные годы? Расскажите, пожалуйста. В 2004 году я поступила в Орловский государственный университет, медицинский институт, на педиатрический факультет. Педиатрический факультет, он был только открыт. Мы были первыми, так как институт молодой относительно, мы были первыми выпускниками педиатрического факультета. На столе лежит два диплома. Расскажите, пожалуйста, что за второй диплом? У меня две специальности. Первая моя специальность – это врач-педиатр. И вторая моя специальность – врач-неанатолог. Как отмечали Татьянин день? Ну, знаете, что касаемо отмечали. Всегда Татьянин день у нас ассоциировался с тем, что это окончание сессии и предстоят каникулы. Поэтому чаще всего уже экзамены были все позади. Мы уже могли себе… Ну, что мы делали? Ходили, играли в боулинг с одногруппниками. И потом уже все разъезжались по домам, потому что много было иногородних. Все разъезжались на каникулы. Может, считается, что медики учатся всю свою жизнь. Согласны ли вы с этим утверждением? И, собственно, может быть, припомните какие-нибудь случаи из вашей практики, которые вас чему-то научили, удивили, поразили? Медики, да, я согласна с этим. Медики учатся всю свою жизнь. Вот. И… Ну, вообще, я считаю, что… Ну, так оно и есть, что у каждого врача есть такие пациенты, которые не могут стереться из памяти, которые… Ну, ты запомнишь такой случай на всю жизнь. И у меня такие пациенты тоже были. Татьяна, расскажите, пожалуйста, вот во время учебы, какой, собственно, любимый предмет у вас был? И, может, покажете? Ну, если я пришла именно… Выбрала такую специальность – педиатрию, то, конечно, педиатрия – это и был любимый предмет. Но еще не менее любимый – это детские инфекции. Татьяна, давайте покажем нашим телезрителям, как выглядят вообще дипломы медика. Мало ли, может, кто-то не видел. Любопытно, интересно. Спасибо большое, Татьяна, что пришли, рассказали, как это было. Спасибо. Спасибо вам. А я напоминаю, что у нас в гостях была заведующая амбулаторным отделением для детей раннего возраста Видноцкого перинатального центра Татьяна Черникова. Концерт, посвященный Дню студента, состоялся в развилке. Мероприятие, организованное муниципальным центром культуры поселка совхоза имени Ленина, прошло в камерном формате квартирника. Уютное пространство, площадь около 40 квадратных метров, созданное на базе центра культуры, получило название «Квартира». Оно предназначено для проведения различных мероприятий от поэтических чтений до тренингов. Ко дню студента здесь выступили участники фольклорного коллектива «Терек» и вокального коллектива «Резонанс». Артисты исполнили как музыкальные хиты современной эстрады, так и традиционные народные песни. Подобные музыкальные вечера проводятся сотрудниками муниципального центра культуры поселка совхоза имени Ленина еженедельно. В этот же раз главными гостями квартирника стали студенты профессионального колледжа Московия. Министерство экологии и природопользования Московской области проводит акцию «Покорми птиц», направленную на помощь пернатам в холодное время года. Присоединились к мероприятию и сотрудники Дворца культуры города Видное. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Творческая мастерская «Стрекоза» располагается на базе Дворца культуры города Видное уже три года. Руководитель Елена Климашина рассказывает, что в художественной студии изучают не только основы академического рисунка и живопись, но и занимаются изготовлением подделок из разных материалов. Поэтому неудивительно, что оформление кормушек в рамках областной акции «Покорми птиц» доверили именно им. Мы с ребятами решили сделать винтажные кормушки, красивые. Если мы расписываем, то с каким-нибудь направлением, с каким-нибудь определенным узором. А если мы делаем из подделок, из банок, из веревок, из досок, то мы из этих старых вещей делаем красивые винтажные кормушки. К творческому заданию ребята подошли с большой ответственностью. У каждого свои варианты идеального дизайна для птичьего домика. Я еще вчера думала, что можно сделать кормушку в стиле «Гжель». Потому что недавно мы с классом ездили на фабрику «Гжель». Вот это все цветочки, листики, травки. Я хочу перенести городецкие узоры на крышу своей кормушки. Так как тут присутствует серый фон, я крашу сначала в серый, потом буду уже приступать к цветкам. Стоит отметить, что юные мастера использовали для изготовления кормушек различные техники. Я делала кормушку из банки. Я взяла горячий клей, обтянула ее жигутом и решила наверху сделать веревку, чтобы птицы могли цепляться и спокойно кушать. Также я решила прикрепить новогоднее украшение, чтобы было красивое. Мы начали рисовать сначала витражи. На витражах мы рисовали снегирей, синиц, работали акриловыми красками. Тема птиц. Теперь мы опять работаем акриловыми красками, только уже по дереву, по металлу. Мы уже делаем кормушки. И поэтому за это время у ребят уже родились какие-то идеи. Они уже что-то рисовали. И рябинку, и птичку, и снеговика рисовали. Посещают занятия творческой мастерской дети разных возрастов. Кто-то занимается с самого основания студии, некоторые пришли совсем недавно. Папа посоветовал ходить на рисование. Мне пока не нравилось. А потом вот, мне друзья говорили, не ходи туда, там ничего неинтересного. И мне нравится ходить, я их не слушал. Несколько кормушек раскрасят и участники губернаторской программы «Активное долголетие», которые тоже занимаются живописью в студии. Стоит отметить, что для оформления используются специальные акриловые краски без запаха, чтобы не отпугнуть птиц. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова